Шелянин и Сивов, которые, кстати, работали на первом матче между этими соперниками. Армийские броски. 11 их всего в створ пришлось. Но и спартаковцы были более избирательные. Видите, здесь бросок и из средней зоны, и из-за ворот был. Шефер очень удачно вошел в игру. Да, каких-то неразрешимых задач перед ним форварды спартаковские не ставили. Но, с другой стороны, для вратаря именно очень важно отразить первые несколько бросков, какой бы силы тяжести они не были. Ну, пару моментиков там были таких непростых, я бы сказал. Конечно, может быть, она случайно в него попала, но, опять же, будем говорить, правильно выбрал позицию. Но он на таком уровне, наверное, все-таки случайностей не бывает. Ну да, он же там стоит, он же что-то там делает. Согласен. Но несколько моментов-то на самом деле было. Все решится в третьем периоде. У ЦСКА на площадке звено Хартигана с Димитракосом и Паршином. Первая пара защитников Рылов-Корнеев у Спартака. Словацкая линия, Ружечко-Цыбак-Радевоевич и Костюченок-Баранка в защите. Я скажу, вот это приобретение Спартака, Костюченок, очень неплохой защитник. Честно говоря, удивительно. Во-первых, почему его Хабаровск отпустил, во-вторых, почему он не в Минске. И вообще, очень неплохой защитник. 18 матчей за Амур Костюченок в этом сезоне провел. Сделал 5 результативных передач в тех матчах. Заработал показатель плюс-минус минус 6. Спартакеев, ну говоря о показателе плюс-минус, Ружечко, самый полезный в составе Спартака, был перед этой встречей. У него плюс 12, у Эдуарда Ливандовского было минус 5. Он на другом полюсе расположился. У армейцев плюс 12, 2 хоккеиста имели. Хартиган и Корнеев, и минус 7 у Якова Рылова. Но так капитан армейцев Константин Корнеев подтягивает своего товарища. В последних матчах объединили их в пару, и очень неплохо. Яков Рылов смотрится. Сегодня в паре моментов очень здорово Рылов читал игру, правильно выбирал позицию, и во многом благодаря его действиям таким на опережение удавалось ему разряжать очень серьезную опасность у своих ворот. Какое-то затишье сейчас. Что-то вот задумали хоккеисты. Обеих команд. Да, точно. Что-то те, что другие задумали. Шефер выкатился из ворот, оставил там шайбу довольно беспечно. Ливандовский тут же на нее набросился, прислой Шеферу возвращаться и вновь вмешиваться. Едва на ровном месте не выросла опасность у армейских ворот. Филатов ложится под бросок Вишневского. Благо, что сильным этот бросок не получился. Все-таки так довольно опасно. Филатов нырял для собственного здоровья туда. Спартаковцы, понятно, не торопятся. Армейцам надо что-то такое предпринимать. Все-таки проигрывают. С ужасом сейчас ваши слова. Слышали, наверное, спартаковские болельщики, Леонид, потому что точь-в-точь эту фразу вы сказали в начале второго периода. Применительно под офичным Милоширжиге они придумали суд дальнейшего развития событий болельщики ЦСКА. 2 минуты 13 секунд сыграно в третьем периоде. Пока без остроты у тех и у других ворот. Но такое внутреннее напряжение, оно ощущается. Очень ясно, что сейчас неимоверно вырастает цена ошибки в этом матче. И поэтому на старте периода вполне объяснимо, что и те, и другие стараются действовать максимально строго. Вновь Розин на льду, на этот раз с Гончаровым. Я скажу, второй период тоже команды начали очень строго, потому что в первом периоде такой открытый хоккей был. И даже удивительно, почему-то счет в Череповце 4-4, а не у нас был после первого периода. Так вот, во втором периоде очень аккуратно стали команды играть. И, кстати, сейчас хороший момент у Бутурлина. Из-за уха. Соскребая штукатурку со сводов в Соколической арене, бросал Бутурлин. И этого времени хватило Корнееву, чтобы подставить клюшку и изменить направление полета шайбы. Да, так вот, в третьем периоде я скажу, что хоккеисты тоже очень аккуратно действуют. И пока таких моментов явных нет. В отличие, вот, скажем, от первого периода. Хартиган выигрывает очередное единоборство у ЦБК в этом матче. В этом, в этой микродуэли где-то так, процентов 70. Единоборство из 7 из 10, будем считать, выиграл Хартиган. Не попал сейчас в крюк клюшки Родивоевич. Ружечки, передача хорошая была, но шайба в конек. Ружечки попала и уже катился он за линию ворот. Вот, бросать, подрабатывать шайбу под бросок, уже не было у него времени. Вновь Родивоевич на этот раз сам атакует в дальний угол. В створ не попадает, бросок мощнейший, потому что Кочнев здесь уже вступает в игру у своих ворот. Что, проброс будет? Да, и на ровном месте. Не будет проброса. Отменили почему-то. Да, очень настойчиво. Второй лайнсман показывает, что можно играть. Такая ошибка. Ливандовский атакует сходу, но успел там Розин помешать как следует приложиться по шайбе спартаковскому нападающему. Но такие несколько беспорядочные атаки красно-белых. Да, ну сейчас такой... Я вот, честно говоря, даже затрудняюсь. Что сейчас сказать-то? Такая игра странная пошла. Правду ли они? Правду... Правда заключается в том, что игра проходит в основном в средней зоне. Вот правда сейчас армейцы доехали до зоны Спартака. Лещов с партнерами у Мони. А был момент, когда... Ух ты, моментик какой сейчас. Были вопросы по поводу того, сможет ли он продолжить участие в матче. Там в ногу ему шайба попала. Колдовали над его коленом медики. И в итоге выколдовали возвращение в строй. Удаление в составе ЦСКА. Мусатов зарабатывает большинство для своей команды. И на скамеечку штрафников отправляется как раз Дмитрий Моня. 25-й матч у него в сезоне. Лишь одну встречу армейцев в регулярном чемпионате Дмитрий Моня пропустил. 5 заброшенных шайб. Бегливые передачи у него на счету. Но сейчас не вовремя. Удаление, впрочем, когда они бывают вовремя. С другой стороны, Родивоевич цикл меняет на точки вбрасывания. Это приносит свои плоды. И Родивоевич убрасывание выиграл. Закончилось дело по броскам в сторону армейских ворот. Ну а далее... Егор Михайлов хорошо выбросил шайбу из зоны. Спартаковцам сначала все придется начинать. Счастливый Михайлов, Пашнин и Мишарин. Защищаются у армейцев. Вот от матча к матчу прибавляет Пашнин. Все больше и больше игрового времени он получает. Все увереннее чувствует себя на льду. Ну и о том, какое место в иерархии игроков обороны ЦСКА занимает этот первый номер драфт континентальной хоккейной лиги. Достаточно вспомнить, что сегодня он выходил играть 3 на 5. Ну, конечно, доверяет немчену Фомо. И, в общем-то, он прогрессирует, скажем так, неплохо смотрится. И таких грубых ошибок не делает, играет аккуратно. Поэтому почему бы не выпустить? Шеферу не удалось выбросить шайбу из зоны. Но там и Беркутов, в свою очередь, поторопился. Вновь в такой старинной схеме отлетела шайба. Сразу бросок. Не слишком подготовленный, не слишком опасный. Вот Хартиган может попасть. У него-то с броском как раз полный порядок. Правда, так точно в живот Кочневу бросил. Что-то Кочнев не очень доволен. А там с крошками затормозил кто-то из игроков ЦСКА. Кстати, кто-то из, по-моему, из «Партаковцев». По-моему, из «Партаковцев» тот затормозил. Поэтому он и недоволен. Ну, такой динамичный момент здесь. Лещов, Союзтов, Куляш и Розин. Четверка армейцев. Но и у «Спартака» по-прежнему ничего путного не получается в большинстве. Коблуков с партнерами на льду. И сейчас «Опшут». Забрасывает шайбу в направлении лицевого борта Ливандовский. Вроде бы ловил шайбу, но тут же был встречен двумя соперниками. И была она потеряна. Тем временем 30 секунд до выхода на лёд «Мони» остаётся. Да. В общем-то, пока так проброс даже «Спартак» все ухитрились сделать, играя в большинстве. Вообще, я скажу удивительно, но «Спартак» очень расточительно играет сегодня большинство. Может, они настолько уверены, что выиграют, что не форсируют события? Ну, не знаю. С другой стороны, конечно, можно их понять. Счёт не такое большое преимущество. Счастливый бросает с лопаты вновь на месте Кочнев. 16 секунд там ещё осталось с армейцем в меньшинстве играть, но, как ни странно, «Брасывание» будет в зоне «Спартака». Ну, пока «Спартаковцы» даже если выиграют «Брасывание», пока доедут до зоны «Армейцев», как раз выйдет там «Моня». Ну вот, «Сыбоку» удалось выиграть в «Брасывание» у «Счастливого». Костючёнок начинает атаку своей команды. Ну, точнее, надо эти передачи давать. Чё ж в коньки-то. Да, в ноги «Баранки» последовала передача, и в итоге очередная «Спартаковская» атака увяло, не начавшись. В полном составе армейцы. Седьмая минута третьего периода. Димитр Ракас. Здесь на добивании. Есть возможность 4 в 2 убежать. «Баранка» возглавляет это контрнаступление. Родивоевич проходит перевод на «Цыбок». Бросок поворотом. «Шефер» выкатывается из ворот. Но, честно говоря, даже не заметил я. Долетела ли шайка до галкипера? Долетела. «Шефер» какая-то стена сегодня просто. Появился у человека шанс. Неожиданно. Он пока что им воспользовался. Что будет дальше, не знаю. Но пока без ошибок. Закончился поединок в «Череповце». «Северсталь» в овертайме вырвала победу в матче с «Чеховским Витязем» со счётом 5-4. «Щитов» подправляет свою позицию. Бросок поворотом. «Шефер» перекрывает весь низ. Отбивается. Вот насколько у Турлина, который очень активно играл на добивание. Армейцы идут в контратаку. Бросок мощнейший. Но «Щитов» успевает подставить клюшку. Под бросок Альберта Лещева. И шайба летит в сторону. Вот «Спартаковских ворот». Момент сейчас отличный был у армейцев. И продолжают они атаковать. «Парши» зарабатывает большинство для своей команды. «Считов» покинет площадку на 2 минуты. Но армейцы отложены. Штраф пытаются использовать. Корнеев. «Счастливый» появился на площадке шестым полевым. Он просил сейчас шайбу на синей линии к «Парши». Но она приходит. Бросок не получается. Остановлена игра. Ну вот сейчас уже была реальная возможность. ЦСКА. 8-13. Сыграно в третьем периоде матча между «Спартаком» и ЦСКА. 2-1. Красно-белые впереди. Но сейчас 2 минуты большинства. У подопечных Сергея Немчинова. Филатов, Лещов и Егор Михайлов. Вместе с ними Михайлов заменяет Моню. В этом сочетании пара защитников Корнеев-Куляш. Спецбригаду большинства десантирует на лед Сергей Немчинов. Ливандовский, Каблуков, Обшут и Баранка защищаются у «Спартаковцев». Лещов здорово подставляется. Но тем не менее продавливает его Обшут. Борьба в углу площадки. И Ливандовский зарабатывает еще 2 минуты. Так, что там? Минута 29. Ну, полторы минуты 5 на 3. Это шанс. «Спартаковцы» своим не воспользовались. Посмотрим, что? 2 плюс 10, атака сзади. Ну-ка, давайте посмотрим. Если я правильно понял жест финского арбитра. А, нет. Толчев клюшка. 2 минуты. И у «Спартаковцев» была возможность 5 на 3 по 30 секунд. Кто берет? Сергей Немчинов берет в 30 секунд. Играет в ситуации 3 на 5. И вот сейчас на полторы минуты оставшись втроем «Спартаковцы» своего... Такие некому играть в 3 на 5. Придется играть вдвоем. Канаврии выпустят вторым вратарем. Президент ЦСКА Вячеслав Петисов. После удаления Константина Барулина, похоже, уже не присаживался Вячеслав Александрович. Наблюдал за Барулиным. Ушел ли он в раздевалку? Рожечка, Баранка и Родиевоевич будут держать оборону у красно-белых. В принципе, здесь понятен ход мысли «Спартаковского» наставника. Но неоднократно обращали мы внимание, что очень часто в меньшинстве 2 нападающих у «Спартака» выходят. Но здесь, в том числе, наверное, еще и план такой. Если Родиевоевича попросят с точки вбрасывания, то заменят его тоже нападающие, которому, в общем, привычно. Ну, тут, надо сказать, в общем-то, ничего удивительного. То, что 3 на 5 играют 2 нападающих, это достаточно такая распространенная тактика. Когда 2 передних играют и 1 сзади, а 2 передних, соответственно, это нападающие. Так что здесь... Гуляш, мощнейший бросок, но... Прямо посередине. Кочнев становится на пути шайбы. Но здесь армейцы так выводили целенаправленно Дениса на этот бросок. Ну, вот теперь Хартиган вносит коррективы в этот план. Филатов там о чем-то своем с Лещевым пошептался. Да, я думаю, что Хартиган это более предпочтительный вариант. Я, честно говоря, немножко удивился, когда Егора Михайлова выпустили в большинстве. Лещев в ближнем бою не удалось ему. Кочнева переиграет. Далее Ружечка принимает на себя шайбу после броска Корнеева. Выиграли армейцы вбрасывание. Вновь куляш. Ну, что ли? На Филатова передача в конек. Мечется шайба здесь перед воротами. Кочнева и Ружечка в конце концов ее выбрасывает. Но еще времени более чем даст Князев. Такая тройка у Спартака. Костюченок здесь едва не запнулся о клюшку Князева. Но сумел сохранить равновесие. Армейцы входят в зону. Ну, хорошую надо передачу давать. А тут дают плохую передачу под завершающий бросок. Филатов. Шайбей. Перевод в центр. И вгоняет шайбу в ворота Альберт Лещев. Есть его первая шайба после возвращения в ЦСКА. 1-1 Филатов. Очередной балл за результативность на свой счет записывает. Ну, и наказывают. Филатов. Среднее количество. 2 балла за игру. Просто страшный человек. Даже больше уже получается. Как больше? Хотя да, ровно. 2 ровно. Наказали армейцы Спартак за достаточительность, за непрежность. Великолепный бросок Лещеву удался. Ну, здесь все было разыграно как по нотам. Вот о чем мы говорили. Смотрите последние передачи Филатова. Вот это передача. Понятно, с такой передачи можно забивать. А когда подсовывать, то, естественно, и... Так, что там Спартака? И еще 51 секунду. Армейцы будут иметь численное преимущество. Остается на скамейке штрафников Эдуард Ливандовский. Ну, интересно. Другая уже бригада большинства вышла у армейцев. Куляш, тем не менее, на площадке остается с Константином Корнеевым. А здесь Паршин, Димитракас и счастливый. Паршин сейчас такую хорошую передачу сделал из сложной позиции. Молодец. Ну, здесь очень так... Рискованно, да. Но, тем не менее, шайбы не выходят. Ну, там, наверное, ничего серьезного. Паршин входит в зону. Находит счастливого. Паршин, конечно, такой хитрый. Не знаешь, что он... И Димитракас сделал все для партнера. Мог, наверное, атаковать сам, но выкатил счастливому под бросок. Успел там Кочник переложиться и среагировать на этот бросок. В полном составе играют спартаковцы. Но уже 2-2 за 9 минут до конца третьего периода. Ну что, скажу, что 5 на 3, конечно, дело не в том, что армейцы забросили. Дело в том, что они значительно продуктивнее использовали этот шанс, нежели спартаковцы. И забросили, и могли еще забросить. Тут, по-моему, 2 минуты. Ну, сейчас была блокировка. Бросок в ближний угол. Кочник с ним справляется. Димитракас там продолжает выяснять отношения с арбитром. Понимаю. Димитракаса мне бы тоже было бы обидно. Давайте посмотрим. Хороший момент сейчас был. Ну, там на дальнем плане как раз было единоборство Щитова и Димитракаса. Димитракаса. Вбрасывание у ворот Спартака. Михайлов с Хартиганом и Мони. Но тут после таких 2 минут в большинстве пошли перестановки в звеньях. У армейцев кто-то играл больше, кто-то играл меньше. Пошли. Мощнейший выстрел от синей линии с большим. Да. Хороший сейчас полмомент. Ну. Опять игра такой выжидательный характер носит. Что-то не рискуют. Ни спартаковцы, ни армейцы. И в основном все почему-то в средней зоне. Ну, вот сейчас Людучин вошел, бросил. Сместился в центр, но Мишарин успел заблокировать этот бросок. И сказать, что очень точно. 12 минут 9 секунд. Сыграно в третьем периоде в матче между Спартаком и ЦСКА. 2-2 на табло. Напомним, что два последних матча в Сокольнике. В Сокольниках не укладывались в 60 минут основного времени. Ну что, проброс. Да. Привезут шайбочку в зону Нолана Шефера. Который так удачно вступил в игру. Неожиданно. Неожиданно удачно. А неожиданно вступил. Шефер, кстати, защищал ворот армейцев во время матча между этими соперниками на Кубке Мэра. И во многом благодаря его действиям, когда красно-синим удалось победить. Каблуков выигрывает в бросовании. Бросок Мусатова от борта не очень опасный. Да и в створ Мусатов не попал. Каблуков за воротами. Открывается под него Вишневский. Каблуков другое продолжение находит. Мусатов уходит от Кулеша на пятачок. Передача. И как сейчас не попал в ворота Вишневский. Не скажет, наверное, и он сам. Но и здесь нужно отметить действие Филатова. Именно он помешал Вишневскому произвести этот бросок. Тут две минуты еще. И Ливандовский получает еще две минуты. Если честно, я смотрел в другую сторону и даже не обратил внимания за что. За атаку игрока, не владеющего шайбой. Давайте посмотрим, где эта атака. Отработал здесь Никита Филатов до конца со своим игроком. И в итоге не позволил Вишневскому точный бросок по воротам произвести. Еще две минуты у подопечных Немчинова на игру в большинстве. Димитракос, Хартиган, Паршин, Рылов и Корнеев. Здесь просто первая пятерка. Минуточку. Сейчас, по-моему, что-то интересное будет. Есть. Что? Пока два грозных пальца. Воображаемая желтая карточка. Милуша в Жиге. Уланов так грозно поехал. Я уже думал, что он там сейчас сделает. А он ему погрозил пальцем. Ну, понятно. Подставлена клюшка. Димитракосом, но и Кочнев с честью выходит из непростой ситуации. Пришлось ему перекладываться. И успел среагировать спартаковский голкипер. И выбросил шайбу, которая рядышком с ним там залипать начинала. Паршин. Кочнев сыграл здорово. Но вот эта последняя передача, нужно было ее посильнее давать. Если бы ее сильно дали бы, то тогда клюшку можно было бы подставлять. А так как ее дали не сильно, вот это подставление, соответственно, шайба полетела медленно. Ружечка один. Никто из партнеров ему здесь не помогает. Ружечка самостоятельно крадет там несколько секунд армейского большинства. Но теперь нужно ему возвращаться. И меняется. Он, Цыбок, появляется на льду. Армейцы довольно спокойно доставляют шайбу в чужую зону. Не хватает спартаковцев на то, чтобы активно прессинговать соперника на входе в зону. Но вот здесь Окшут и Цыбок слаженно атаковали завозившегося шайбы игрока ЦСКА. Отобрали ее и выбросили из зоны. Филатов на льду. Внимание, на льду Филатов. Я же говорю, внимание, смотрите, как бросает. Бросок Филатова, а выше ворот шайбы летит. Но вот теперь, кстати, его очередь забивать. Благодаря ему, его партнеры счет сравняли. И теперь время Филатова забросить победную шайбу. А, ну да, он же сегодня победу еще не забивал. Все понятно. 18 секунд. 6 человек у ЦСКА. У ЦСКА 6 человек. Нарушение численного состава. Ну, у спартаковцев. Да, в самом начале матча. Был такой штраф теперь у армейцев. Причем в самый такой неподходящий момент. Хотя, Роман, вы говорите, что подходящих не бывает моментов при удалениях. Но, мне кажется, очень обидно, когда счет 2-2 и получать штраф за друшение численного состава. Правда, 15 секунд еще там спартаковец будет отбывать. То есть, минута 45. Потом будет преимущество Спартака. Посмотрим. Пока 4 на 4, но и здесь интересное такое решение. У Сергея Немчинова на скамейку штрафников он отправляет Никиту Филату. В меньшинстве, насколько я помню, он на площадку не выходил. Так что... Нет, а тут все логично. Во-первых, он сейчас смену отыграл. Он устал. И ему все равно отдыхать надо. А потом, когда он выйдет, он сможет убежать. Что-то здесь такое. Буланов какие-то делает знаки судьям в бригаде. По контрольному секундомеру время игры берется. В следующей паузе постараются привести показания табло. В соответствии с показаниями контрольного секундомера. Ружечка шайбу выигрывает. Ну что, дождутся своего партнера. Спартаковцы в чужой зоне, овладея шайбой. Баранка. Поехал к лицевой линии. Шайбу потерял. Вернул. Потерял. Вернул. В итоге оставил ее в зоне. И в полном составе играет спартаковцы Костюченок. Мощный бросок. Шефер шайбу парирует. И здесь удается армейцам выбросить ее. Хартиган это делает. Небольшая паника в рядах армейцев была. Но с честью справились со сложной ситуацией. Выбросили шайбу. Спартаковцы начинают очередную атаку. Спартаковцы уже в большинстве. Ливандовский на льду. Ух ты. Михайлов чуть не убежал. С Ружечкой и Родивоевичем. Ливандовский будет пытаться использовать численное преимущество. Родивоевич отвоевал шайбу у лицевого борта. Расположились спартаковцы. Но что теперь придумают они? Поднимается Ружечка на синюю линию. Костюченок поехал столбить. Баранка поднимается на синюю линию. И Ливандовский. Ой-ой-ой. Три-два. А это Ливандовский. Именно он заработал удаление, когда в меньшинстве уже играла его команда. Забили. Армейцы сравняли счет. И Ливандовский отсидев еще две минуты вернулся на площадку. И шикарно подставил клюшку под бросок Ивана Баранки. Три-два. Очень хорошо сыграл на петаке. И мало того, что он там подставил клюшку, он еще и закрыл видимость Шеферу. Здорово. Ну вот так должен играть. Давайте посмотрим еще разочек. Да, сейчас, конечно. Просто без шансов. Для Шефера Родивоевич и Баранка становятся ассистентами. Вот разбушевались в последних матчах у спартаковцев три человека. Князев, Ливандовский и Родивоевич. До сегодняшней игры по три. Заброшенные шайбы были у них в четырех последних матчах. Но вот сегодня Ливандовский и Родивоевич делают по шагу вперед. Князев их пока не поддержал. А здесь что? Удаление у спартака Бутурлин. Отправляется на скамейку штрафников на две минуты. И четыре минуты десять секунд. До окончания основного времени этого матча концовка нас ожидает феерическая, судя по всему. Да, очень хорошо сыграли сейчас спартаковцы на пятачке. Кстати, кто там стоял, кто там стоял второй рядом с Ливандовскими, я не знаю. Но, в общем, два Ливандовских и еще кто-то из нападающих спартаковцев перекрыли видимость вратарю. Подправление. Великолепный гол. Лечев с партнерами. На розыгрыш большинства выходит у ЦСКА. Филатов и Михайлов. Вновь Корнеев и Куляш. Обшут. Лечев входит в зону. Вдвоем его успевает спартаковцы атаковать. Но, правда, Лечев избавляется от шайбы. Причем, применительно к Лечеву не очень. Вяжется, избавляется от шайбы. Лечев сделал точную передачу на партнера. И вообще снаряду всегда очень дорожит Альберт. В угол Обшут и Баев вдвоем на Филатова пошли. Тот успел делать передачу. Там задержался несколько за воротами Егор Михайлов. Из-за чего успели спартаковские защитники позиции восстановить. Корнеев. Куляшу выкатывает шайбу. Попадает Денис в ЦИБАКА. И Ливандовский там выпихивает шайбу за синюю линию. Впрочем, очень быстро армейцы ее возвращают. В чужую зону Филатов. Ищет партнеров свободных Никита. Филатов. Бросок в ближний угол. И реагирует Дмитрий Кочнев. И шайба покидает пределы площадки. 41 секунда до выхода на лед Бутурлина. Контролировали шайбу у армейцев хорошо в зоне спартаковцев. Но так угрожали не часто. В основном передачи были. Хотя вот сейчас последний бросок Филатова такой непростой был. Фашнин и Гончаров. Пара защитников у ЦСКА и тройка Хартигана в полном составе. Закрывает зону Гончаров. Четко сыграл в этом эпизоде. Димитракас. Пашнин подключается к атаке и не попадает. Великолепную передачу Димитракас делает партнеру. Арбитры выносят вбрасывание в среднюю зону. Какой момент был сейчас у молодого армейского защитника? Да, это шанс был. Это, конечно, был шанс. Ну, такие шайбы надо, конечно, забрасывать. Повезло спартаковцам. Посмотрим, как дальше. Еще 20 секунд им играть в меньшинстве. Каблуков и Ливандовский. Возвращается на лед Костюченок-Опшут. Четверка спартаковского меньшинства. И без изменения у армейцев. Паршин здесь на ближнем борту прячется. Только сейчас его так спартаковцы обнаружили. Хартиган на Паршина как раз передача следует. Перевод в центр. Но высоковато шайба летит. И Хартигану приходится рукой ее ловить. Пашнин. Бросок поворотом. Отлетает шайба от Кочнева. Но там Ливандовский очень здорово. Хартигана отсекает. 2 секунды до выхода на лед. Пятого полевого игрока у Спартака. И смотрите, опшут. Пешеходным темпом. Но тем не менее объезжает Пушнина. Очень изящно сохраняет контроль над шайбой. И последние 2 минуты матча начинает свой отсчет. Каблуков делает передачу на пятак. Но Бутурлин до шайбы именно что только дотянулся. Устали армейцы. Там Паршин заменился. Сейчас свежие игроки вышли на лед. Посмотрим. Не так много времени у армейцев осталось. Спартаковцы так аккуратно играют. И аккуратно доигрываются до проброса. Вновь Михайлов с Лещевым и Филатовым. У Спартака тройка Рыбакова. Здесь Милыш Ржига снова на беседу к себе вызывает одного из двух главных арбитров. Закрыты скамейки. Вбрасывание будет у ворот Спартака Лещев против Рыбакова. На точке вбрасывания. Выигрывают армейцы. Это единоборство. Куляш с кистей от синей линии. Выше ворот шайбы летит. Так в последний момент такое впечатление Кочнев шайбу увидел и успел пригнуться. Вне игры. Вне игры полтора минуты до конца матча. До конца третьего периода извините. Мало ли все может быть. А Спартак по-моему 30 секунд еще не брал, да? Не брал, но тут такие паузы выдает Милыш Ржига. Что и не надо брать. В принципе да. Выигрывают Спартак вцевбрасывание Родивоевич. Не горели сейчас желанием красно-белые разворачивать атакующую комбинацию. Так дошли они до чужой синей линии, отдали шайбу сопернику и начинают встречать как раз в средней зоне своих соперников. Не выбрасывают. Но вот здесь расчертить не удалось. Михайлов отработал красной линии, перехватил шайбу, адресованную Бранко Родивоевичу. Но в четыре спартаковца играют в откат. Корнеев пошел вперед. Бросок с отрицательного угла. Родивоевич. Пустые ворота. У армейцев шесть полевых игроков. Отправляет на площадку Сергей Немчинов. Что, проброс? Проброс. Фиксируют арбитры. Вбрасывание у ворот ЦСКА. Шеферу придется вернуться в рамку. Да. Осложняется задача у армейцев. И спартаковцам просто нужно сыграть сейчас аккуратно. 30 секунд. Вбрасывание в зоне ЦСКА. 34, Леонид. А, это меняет дело. Это очень много. Это меняет дело. 34, совсем другое дело. И спартак берет 30 секунд. Ну, похоже, не будет здесь никаких замен Ржига производить. Собственно, он хочет дать... Стал рисовать. Да, рисовать он будет. Но, опять же, у него, как были на льду Баранка, Радивоевич, Ружечка, так они, собственно, и останутся. Лешай бы. А в этой встрече был Дениса Кулеша. Вы только что видели. Булит в исполнении Баранка Радивоевича. Безукоризненное исполнение. Вот так армейцы счет сравняли уже по ходу третьего периода. Лещов очередную великолепную передачу Никита Филатова преобразовал в заброшенную шайбу. Свою первую после возвращения в ЦСКА. Ну, и затем Ливандовский искупил свою вину за заработанное удаление. Удачно подставив плюшку на пятачке. Шефер вновь покидает ворота. Сталкивается он на пятачке с Денисом Кулешом. Но там, без последствий, все для армейцев обходится. Кочнев постюченку шайбу отставляет. Тот попроще через борт. И Радивоевич выбрасывает шайбу. Все-таки докатывается она до лицевой линии. И проброс фиксируют арбитры. 12 секунд до конца третьего периода. Вбрасывание у ворот Спартака. Ну, кто там специалист по вбрасыванию? Хартиган у армейцев. Ну, вот он как раз вышел вроде бы на лед. Но потом все-таки перелез обратно. Вышел, вышел. Вот он. Здесь. Значит, это был кто-то другой. Хартиган здесь. Более 60% выигранных в брасывании. Расставляет он своих партнеров. Шестером армейцы. Хартиган. В брасывании выигрывает Куляш. Не получается бросок у Дениса. Оставляет он шайбу в игре? Нет. Все-таки покидает она пределы спартаковской зоны. Что показывает линейный арбитр. Хартиган в брасывании выиграл так, как будто там не было. Кто там стоял на брасывании у Спартака? Не обратил внимания, но Хартиган действительно здесь легко и непринужденно. Это единоборство выиграл. Ну, а здесь я вам скажу, что, наверное, все. Пять секунд. В брасывании в средней зоне. Чисто теоретическая возможность. Хартиган в брасывании проигрывает и там еще облизывает шайбу перекладину после броска кого-то из спартаковцев со своей, кстати. Что, проброс? До красной линии и проброс арбитра фиксирует. Вот еще одна секунда. Ну, здесь задача спартаковского игрока на точке вбрасывания его не проиграть. Нет, все-таки в средней зоне арбитры назначают это единоборство. Не очень понятно, почему. Да, честно говоря, мне тоже. Сергей Немчинов также хочет получить разъяснение по этому поводу. Ну и закончено. Эта встреча спартак одерживает третью победу подряд со счетом 3-2. Берет реванш за поражение от ЦСКА в первом матче. Интересный хоккей. Мы с вами посмотрели. Такой искрометный и бесшабашный в первом периоде. И не очень, может быть, скупой на эмоции, но богатый по внутреннему напряжению во втором и третьем. Эмоций как раз было достаточно, Роман. Судьи бьют, вратарей выгоняют. Ну что же. Спартак набирает 46 очков в турнирной таблице. 40 остается у армейцев. И на этом, пожалуй, на сегодня все. Для вас работали редактор трансляции Анна Елисеева, корреспондент Артем Дроздов, режиссер Станислав Китрен. И комментаторы Леонид Вайсвельд, Роман Скворцов. До новых встреч на телеканале «Спорт». Всего доброго. До свидания.